Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Уже приучила вас к постоянным влогам, поэтому совесть мучает. Хочу еще что-то подснять. Вот так вот мы собрались кушать. Это, кстати, не завтрак наш, уже обед. Курочка пожарили с картошкой. Я сначала хотела в духовке запечь, но так получается гораздо вкуснее. Здесь мои любимые кешью, огурчики, зелень. Приятного аппетита вам тоже, если вы кушаете. Сейчас делаю макияж и обязательно должна похвастаться своими результатами. Две у меня пустые баночки. Это вот такая пудра от Rimmel Stay Matte. Она у меня наконец-то закончилась полностью. И второе достижение. Заюзная вот такая упаковка румян от Slick. Аллилуйя! Они у меня закончились. Наконец-то. Здесь по краешкам немножко осталось. Наверное, сейчас вот когда макияж буду делать, это тоже все вычищу. И наконец-то закончилось. Знали бы вы, как я радуюсь пустым баночкам. Это просто что-то с чем-то. Кто помнит, девчонки, еще с прошлого года, у меня есть вот такая коробка, где я храню пустые баночки и декоративки. Здесь у меня немного средств. Но я стараюсь, пытаюсь все добить. И ничего не выбрасываю. А в конце года буду снимать для вас отчет. Вчера искупалась и легла спать. И вот такой вот шухер у меня на голове. Но это все дело я исправлю. Сейчас буквально через 2 часа мне должны привезти доставку. Доставка из ресторана Hot Pot. Это китайский ресторан, который находится на торговой. Если вы помните, то я давненько, где-то, наверное, год назад в этом ресторане снимала для вас влог. В этот раз я решила просто заказать блюдо оттуда, потому что очень много всего эксклюзивного, чего вы не можете найти в других ресторанах. И чтобы снять это видео качественно, классно, у меня появилась такая идея. Я думаю, притащить стол журнальный, который есть у моего брата. Он белый. И на фоне камина снять такой интересный мук-банк. Потому что блюд будет много. На этой дощечке я это все не помещу. А хочется, чтобы это смотрелось красиво и эстетично. Еще плюс. Я хочу этот журнальный притащить и посмотреть, подходит ли он мне. И в дальнейшем уже заказать такой. Уже по нему я буду ориентироваться. Нужен мне чуть-чуть повыше или чуть-чуть пониже, пошире или поуже. То есть сначала попробую на нем. Слава богу, у брата, конечно же, есть журнальный. Я, конечно, как нахалка иду, забираю журнальный и прихожу к себе домой. Даже не спрашиваю, можно ли его взять или нет. Поэтому сейчас я, наверное, пойду туда. Наверное, одна притащить его я не смогу. Поэтому придется взять с собой маме. Притащим и посмотрим. Вообще я давно хочу что-то купить для мук-банков, чтобы менять локации. То есть чтобы не снимать в одном и том же месте, чтобы был какой-то стол, который можно будет тащить из квартиры, из разных сторон квартиры и на разных фонах снимать для вас контент. Но опять же, если честно, вот если спросить прям мое мнение как зрителя, мне вот нравится, когда у мук-банкеров либо черный фон, либо какой-то супер неотвлекающийся. Я вот люблю больше такое. Иногда смотрю у корейских там АСМР-блогеров, сзади там собака, какие-то вещи. Мне кажется, это все отвлекает. Поэтому мы посмотрим, как будет смотреться стол в разных частях квартиры и выберем оптимальное место, где я буду постоянно снимать для вас мук-банки. Погода на улице вообще космос, как будто уже лето. Все уже в футболках ходят. Вот моя булочка. Видите мою булочку? Вот она стоит. Сейчас, наверное, пойдем к бротельнику за столом. Надеюсь, что они дома. Так, стол у нас уже здесь. Он того размера, который нужен мне. Сейчас буду снимать для вас видео. И еще, когда мы несли, кстати, стол, точнее мне брат его нес, вот. Мне как раз привезли все вкусняшки. Сейчас будем раскладывать. Хочу прямо на видео разложить все это дело. Это все из хот-под. Хочу мины. Хочу мины. Хочу. Хочу лило. Хочу. Я хочки. Не побери. сняла мукбанг и сейчас хочу переделать ноготочки хотя с этими я еще могу недельки две походить они в замечательном состоянии отросли совсем немного я очень люблю этот процесс я получаю какое-то удовольствие когда я делаю ноготочки и сегодня я хочу переделать и себе и маме и еще плюс я в восторге от этого цвета я его хочу замиксовать с каким-то другим но мне настолько нравится он так классно зеркалится так классно блестит обязательно что-то с ним надо намутить мне так нравится то что получается знаете какая красота нарисовал такую загадулечку здесь вроде как красиво сочетается думаю еще блестящим лаком что-то нарисовать на этом пальце или так оставить не знаю дальше мне и так нравится очень правда камера не передает всю красоту этого гей-лака к сожалению но такой светоотражающий в жизни очень круто переливается себе я уже закончил получилось очень очень красиво сейчас вторую ручку он тоже покажу вот такая красота и даже знаете эту рука получилось гораздо аккуратнее чем левая хотя я делала право и теперь у нас на очереди маме и ногти которые уже целый месяц даже мне кажется больше побывали в деревне проделали в огороде куча работы сейчас будем делать маникюрчики и предлагаю то же самое сделать но маме что-то не нравится этот цвет надо похоже на какой-то цвет цемента не нравится тема это первонин цвет просто потом его нужно будет отдать ей пока что можем тебе сделать сейчас мы будем снимать покрытие дальше посмотрим ну что ученик превзошел а хотя но сейчас кажется что одинаково нет не одинаково мне лучше она сейчас на видео кажется что одинаково в общем у мамы получилось намного круче чем у меня потому что я нанесла два плотных слоя а здесь я нанесла два тонких слоя поэтому меня не так классно блестит как у мамы у мамы вообще прям супер но на видео кажется что у нас одинаково вот подружки подружки в общем такая красота путь я ничуть не устал кстати еще и педикюр сделала и сейчас еще кому-то бы сделала твиксик не желаешь маникюрчик светоотражающий мама кстати говорит что этот оранжевый цвет совершенно не в тему но я прям налюбоваться не могу мне настолько нравится результат это уже на следующий день вам показываю какая красота мне тоже понравились ее ноготочки но мне кажется с оранжевым цветом куда лучше мама сейчас ходила в магазин и посмотрите что она купила обожаю просто за это маму 5 штук кстати вместо средств которые у меня закончились вчера надо взять какие-то новые хочу пудру заменить на вот эту вот от мэйбели афинитон у меня такая была fit me но афинитон ничуть не хуже так как та пудра у меня закончилась и она служила где-то мне полгода но сейчас лето я думаю пудра будет заканчивается куда быстрее чем зимой потому что жирный блеск я часто припудриваюсь поэтому пожалуй возьмем вот эту пудру и надеюсь что в этом году она тоже пойдет пустые баночки кстати здесь два отделения таких ну принципе наверное вы знаете здесь есть такая пуховка но я ее вообще не использую я всегда выбрасываю и пользуюсь обычной кисточкой и естественно румяшки я хочу взять вот эти вот от revolution два вот таких прекрасных оттенков правда этот слишком светлый на его можно как хайлайтер он так слегка блестит пожалуй возьму эту палетку и постараюсь ее тоже добить до конца до конца этого года и хочу пожалуй закончить наконец-то Maybelline baby skin это база под макияж сейчас как раз буду делать мейк постоянно забываю про это средство хотя постоянно пытаюсь себе напомнить вообще не люблю базы очень редко ими пользуюсь вообще не вижу в этом никакого смысла просто здесь сроки поджимают и мне нужно обязательно закончить это средство пока она не не испортилась не зря же я отдала за него деньги поэтому эти три средства я отправляю свою корзиночку в которую у меня средства которыми я пользуюсь каждый день чтобы было все под рукой и я не забывала пользоваться мукпанк сегодня снимать не буду я просто пойду гулять хочу сделать макияж и в общем тональными здесь тоже совсем немножечко осталось и вы наверное в этом месяце закончу но естественно мои знаменитые палеточки которые никак не могу добить здесь осталось два оттенка в общем это вам сто раз показывал не буду еще раз демонстрировать свою изношенную косметику хотя я обожаю вид заканчившиеся косметики еще я пару дней назад сделала заказ шейн и мне сразу его отправили и я прям с нетерпением ждут эту маечку мне кажется она очень стильная классная еще чуть-чуть ее можно уже будет носить еще взяла себе вот такую обувь со стразами выглядит очень классно она была еще с каблучком и мама меня уговаривала что пили с каблучком но на машине естественно с каблуками неудобно поэтому взяла на плоской подошве все каблуки последнее время не люблю посмотрим что придет обязательно сниму для вас распаковочку еще я взяла вот такие кроссовки они были и в белой расцветке но я решила взять розовенький обычно если честно мне обувь шейн абсолютно не нравится но чё-то когда кидала все в корзину увидела мне настолько понравилось что я думаю нет хочу взять тем более скоро лето в кроссовочках буду гонять но посмотрим если в этот раз разочаруюсь то уже не буду заказывать оттуда обувь уже точно ну как их можно было не заказать посмотрите какие мимишные носочки с авокадо я прям не могу красота взяла естественно с этом еще взяла такую рубашку и естественно промахнулась размером как только оформила заказ до меня дошло что надо было брать размерчик побольше потому что на девушке размер м я хочу чтобы она сидела прям точно так же поэтому я думаю что скорее всего эта рубашечка будет мне большевата знаете как я хочу я хочу шортики топик и сверху это рубашечка я думаю будет очень стильно прикольно в общем такая еще вчера я естественно здесь навела небольшой такой порядочек от некоторых вещей решила избавиться хотите кое-что сейчас вам покажу вообще уже надо все зимнее убирать и вешать всякие летние вещи я прям сегодня хочу выложить этот влог поэтому совсем чуть-чуть вам покажу вещи от которых я хочу избавиться во первых это вот такой вот свитер с микки маусами как-то мне поднадоел и рисунок тоже уже не первой свежести давно у меня уже этот свитерочек есть вот такие вот замочки интересные кстати катышек особо нету но все равно избавляюсь потому что просто занимает очень много места у меня в шкафу тем более я заказала новые вещи уже ничего не помещается второй свитер с вот таким вот принтом меня немножко смущает на самом деле короче я проще ко всему этому отношусь и к людям которые их носят ну как бы ок для меня мне как-то все равно но просто тоже уже надоело уже давно пора уже избавляться мне честно не нравится когда я покупала была и юбочка и верх я купила только верх и носила кстати тоже с удовольствием но уже очень давно не ношу просто лежит шкафу поэтому избавляемся следующий раритет кстати мне две такие должны были быть похожие два свитера таких в общем вот такой красный свитер не знаю как вам мне честно не нравится ну точнее уже просто надоело очень давно у меня просто валяется в шкафу даже дома не нашел поэтому избавляемся затем смотрим что в шкафу вот от этого я с удовольствием избавилась от вот этого рубашечка в клетку если бы она была бы оверсайз я с удовольствием бы ее носила но несмотря на то что это размер и очень маленькая мне кажется даже как с и вот таким образом я хочу разобрать весь свой шкаф его возможности избавиться от всего того что я не ношу чтобы освободить место для новых вещей которые с удовольствием я буду носить в общем сейчас буду разбирать а с вами уже потихоньку буду прощаться огромное спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте писать комментарии и обязательно подписывайтесь всем пока